По итогам первого полугодия 2022 года наша область вошла в шестёрку самых грязных регионов страны. Показатели уровня сероводорода и других вредных веществ у нас высокие благодаря устаревшему оборудованию канализационной станции, цехов веросплавного завода и АЗХС. Сейчас Акиматом Актюбинской области и председателем ЕЖИ заключён меморандум о взаимном сотрудничестве на общую сумму 85 миллиардов тенге. Изыскиваются сейчас инвесторы по касательно строения новой канализационной станции. На сегодняшний день уже есть инвесторы, голландцы, и через Евразийский банк развития планируется строение данной станции предварительно до 2025 года. Новая канализационная очистительная станция предположительно обойдётся в 20 миллиардов тенге. Помимо этого, в нашем регионе не соблюдают экологические нормы и сотрудники СНПС и Актюбимунайгаз. У компании в Тимирском и Муглоградском районах работают около 1700 нефтяных скважин. На них нередко происходит разлив нефти. Экологи, по их словам, обязуют нефтяников соблюдать программу ремедиации, то есть восстановление почвы до исходного доаварийного состояния. Но полностью промониторить деятельность такого большого числа скважин пока не удаётся из-за недостаточности ресурсов, заключили в ведомстве. Влад Рогушёв, Юрий Шаповалов, программа «Факт». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok